Подразделение Торнадо. Это батальон, который создан на основе остатка батальона Шахтерска. Основная часть людей здесь жители и уроженцы Донецкой и Луганской области. Это батальон МВС. Мы подчиняемся Министерству внутренних дел. То есть мы являемся милиционерами. По сути, наша задача это контролировать порядок на территории, которая освобождена от террористов. Я думаю, мы с этой задачей справляемся на 5+. Мы знаем эту территорию, потому что мы являемся коренными жителями. Мы, многих террористов, знаем лицо, поэтому нам легко находить их в толпе гражданских людей. Так как террористы зачистки могут смешаться с толпой гражданских людей, для того, чтобы проникнуть на территорию Украины. С целью нашего, то есть грабежей. Так как свою территорию они уже ограбили полностью, которую взяли под свой контроль. Также они проникают для разведки и, само собой, для всяких диверсионных задач. Что касается станицы Луганской, большая часть батальона Торнадо находится на первой линии станицы Луганской. То есть перед нами Северский Донец, мост и на той стороне уже блокпост сепаратистов. Мы, в свою очередь, там находимся уже больше месяцев. Мы пытаемся контролировать станицу Луганскую, Кондрашовку, чтобы туда не проникали диверсионные группы, которые, в принципе, до нас очень часто проникали. Для того, чтобы наносить минометный огонь, для того, чтобы взрывать дороги и нападать с тыла на блокпосты, которые контролируют украинцы. Вот мы, в принципе, и занимаемся тем, что не позволяем диверсионным группам проникать и делать пакости на территории Украины. Как вы оцениваете дальнейшие перспективы развития ситуации? Дальнейшие перспективы? Ну, если Россия будет также помогать террористам, то они будут наползать на землю Украины. И нам придется отступать, потому что силы неравные. Потому что бороться с российской армией нам очень тяжело, потому что у них новая техника, хорошее вооружение и хорошо, как говорится, обученные солдаты. Поэтому, что касается борьбы и ведения боя с российской армией, для Украины это очень тяжело. Если бы не было бы такой поддержки, а можно сказать, приоритета России в этой войне, мы бы с сепаратистами и террористами уже бы давно справились на нашей территории. И начали бы приводить в порядок тот регион, который они разрушили. А что бы вы хотели сказать непосредственно гражданам России? Всегда хочется сказать им одно, точнее даже не сказать, а просто задать вопрос. За что? За что вы с нами так? Просто хочется услышать ответ. Почему? Потому что действительно, что касается меня, моих братьев, которые рядом, братьев украинцев, мы задаем этот вопрос, почему и за что россияне вдруг так начали ненавидеть нас, украинцев. В принципе, такие же славян и таких же братьев, как они сами. За что они нас убивают, за что они разрушают наши города, разоряют наши дома и просто уничтожают нашу землю. Доводилось ли сталкиваться непосредственно с россиянами в бою? Да, конечно, и неоднократно. И в Лабайске, и под аэропортом. И здесь, в Станице, в свою очередь, на 31-м блокпосте. Мы практически видели очень рядом с собой новенькие танки, вот 80-ки, на которых, как говорится, возвышался российский флаг. И это уже длится, наверное, несколько недель, две, наверное, три недели. И они уже, не стесняясь со своими флагами, как говорится, несутся на наши блокпосты. А вот что касается любителей, так скажем, поездить на сафари из России? Как же без этого? Как же без этого? Состоятельные люди, которые перешли их рань всего человеческого, очень любят, как говорится, поохотиться. Ну, а самая прекрасная охота, это охота на подобных себе, то есть на людей. У них хорошие ружья, хорошее оборудование, хорошая возможность, как говорится, доставать своей пулей на дистанцию. Восемьсот и километров, наших бойцов. Так вот, такие вот люди, которым просто уже скучно жить, они с России приезжают на сафари. Само собой, дичью являемся мы, украинцы. Они, в свою очередь, берут с собой свое оружие дорогое, свои тепловизоры дорогие. И охотятся на нас и ночью, и днем. Нашему батальону, как говорится, пришлось два раза сталкиваться с такими экзотическими охотниками. Одного такого охотника мы убили в Еленовке, это под Донецком. И одного мы такого встречали в Иловайске. Вот бывают такие случаи.